Разве мы знаем, что нас ждет впереди? Можно ли предвидеть и прогнозировать свое будущее? Как студент ветеринарной академии может попасть служить офицером и начальником одной из служб на границу Таджикистана в пяншский пограничный отряд? Ответ очевиден. В этой жизни возможно практически все. Но, как правило, чтобы что-то произошло, в большинстве случаев нужно действовать, проявить желание, волю, упорство, быть жестким, а где нужно – очень гибким. Конечно, не помешает еще и большая доля везения. И только через определенное время мы сможем проанализировать – это то, что вы действительно хотели? Вы проживали свою жизнь или жили так, как хотели другие? Поезд остановился у перрона. В какой-то миг движения масс людей оказались настолько многочисленными, что кольцо охраны вокруг этого поезда не смогло сдержать их активный поток. Люди, коробки, сумки, баулы – все это живой лавиной неслось к своим вагонам. Количество товара было настолько огромным, что я почти не видел людей. Как только открылись двери вагонов, казалось, весь этот товар сам заносился внутрь. Стоять было невозможно. Все толкались, все двигалось и не могло остановиться. Одной рукой я держал жену, второй рукой тащил свою сумку с вещами. Но вот и она – граница Узбекистана. Таможня. Пограничники здесь работали спокойно. Просто проверяли у всех документы. В этот момент и у меня спросили документы. Я отдал предписание и удостоверение офицера. Люди в форме сказали, чтобы я пошел за ними. Меня провели в тамбур, показали дату в предписании. Она была просрочена как раз на те 20 дней, что я провел на Лубянке, когда не мог вылететь военным бортом. Сказали, что это нарушение и меня высадят. «Вещи на выход!» – приказал один сотрудник таможни или пограничного контроля. Я возмутился и сказал, что им не должно быть до этого дела, ведь я еду транзитом. И еще добавил, что те люди, которые меня ждут, в курсе моего опоздания. «Сумки и вещи на выход!» – или заплати нам деньги, – последовал ответ. «Либо отправляйся в Душанбе». Я вышел на перрон и огляделся. Русской власти здесь нет. Это было понятно сразу. Это вообще другое государство. Я почувствовал себя здесь никем, просто чужим. С того момента прошло много лет. Но я по сей день помню этот случай. Даже сейчас эти воспоминания рождают во мне кипящий гнев. Но здравый смысл с каждым годом все же успокаивает меня. Всего 10 долларов. А может, это цена жизни в то время? Но дело было не в 10 долларах, а в принципе. Тогда я почувствовал, что меня унизили. Это было мотивом на протест и поиск правды. Возможно, если бы со мной не ехала жена, я не дал бы им денег и пошел на принцип. Но что бы тогда со мной было? Душанбе – красивый город, особенно если смотреть в сторону поднебесных гор. Светло-голубое небо настолько свежее и чистое, что вдыхаемый воздух будто отрывает тебя от земли. Легкие набирают не только смесь кислорода и газов, а нечто большее, что дает энергию, силу и свободу для предстоящего полета и фантазии. И вот ты оказываешься высоко в горах и паришь вдоль туркестанских, зеравшанских, гессарских и алайских хребтов. Видишь фанские горы, забывая, что все еще стоишь на земле. Ты летишь все выше и выше. Вот ты уже на вершине пика Исмаила-Самани. Высота завораживает. 7 тысяч 495 метров над уровнем моря. А вот Памир – крыша мира. Кругом только горы, и выше них могут быть только горы. 93% страны – это горы, и 6% из них одеты в белое. Горы-ледники взяли на себя огромную тяжесть в виде миллионов тонн воды, что до поры до времени застыло и превратилось в лед. Но ледяные горы нежадные. Они постепенно отдают малую часть своего льда в виде тонких струек, которые текут сверху вниз в ущелье и равнины. Эти струйки постепенно набирают силу и превращаются в большие потоки прозрачной, целебной и обжигающей ледяной чистейшей воды. Справа раскинулась долина. Было понятно, что это заброшенный военный аэродром. Там стояли старые, наполовину разобранные самолеты и вертолеты. Местами разрушенные постройки где-то сильно заросли кустарниками и деревьями. Борт вертолета Ми-8 лежал на боку. Лопастей и хвостовой части уже не было, а краска давно выцвела. Зато сохранился номер. Только он и говорил о былой славе этой машины. Афганистан. Сколько горя и слез принесла эта война. Через нее прошло целое поколение молодых мужчин. А народ СССР так и не понял, зачем это было нужно. На моей родной улице в Ростовской области выделили два дома как раз тем парням, которые прошли эти испытания. Жители Ростова всегда оценили доблесть и честь, поэтому к этим людям было особое уважение. Политика всегда останется политикой. Будут выводы за и против этой войны, за время которой погибло 14 453 советских военных. Какие же истинные мотивы побудили меня приехать именно сюда? Ответ на вопрос мотивов был очевиден. Это позор и стыд. Мне было очень стыдно за то, что я видел в то время. Всем было понятно, что у страны пока нет лидера, способного даже не на подвиг, а хотя бы на то, чтобы понять внутреннее состояние людей того времени, их ценности и желания. А ведь элита страны именно это и должна делать – знать и понимать свой народ, воплощать его надежды. Еще до этой сложной поездки 20 дней я провел на Лубянке. Супруга ждала меня и тогда, ведь нас никак не могли отправить на границу служебными самолетами. Все три года, пока мы жили в одной комнате общежития, пока учились в Москве и преодолевали сложности нашего бытия, эта девочка меня всегда ждала. Теперь я это понял очень отчетливо и запомнил на всю жизнь. Осознание происходящего докручивало дальше. Жена доверяла мне полностью, практически жертвуя собой. Она знала, что мы могли бы остаться в Москве, продолжать жить и работать, как большинство людей. Супруга могла бы на это решение повлиять, поставив условия. Да все что угодно, лишь бы остаться в Москве. Но она не сказала ни слова против моего желания поехать служить на границу. Я тогда действовал иррационально, ломая уже сложившийся устой и некий порядок нашей жизни. Да, я хотел менять свою жизнь, хотел пробовать что-то новое, другое. И супруга была согласна с моим решением. Да это просто фантастика. Она так любила меня, что разделяла все мои взгляды. Она практически растворялась во мне. И уже непонятно было, это она или я. О, как я бывал несправедлив к нашим отношениям. Не понимал их силу и взаимосвязь. Когда слишком хорошо, то не видно, что может быть и по-другому. Я был слишком молод, чтобы достойно оценить этот божественный подарок судьбы. Год тому назад, перед поездкой в Таджикистан, мы с супругой повенчались. И вот только сейчас, будто с небольшой задержкой во времени, я уже точно понял, что это моя женщина навсегда. Что бы ни случилось, я никогда больше не женюсь. Это раз и навсегда. В Москве я никогда не смог бы понять и оценить этого. Но вот эти обстоятельства поставили все на свои места. Теперь этот поезд кажется не таким уж и ужасным. А Таджикистан сразу стал близким и родным. Мне часто приходилось ездить по пограничным заставам границы. Ведь на всех КПП целое отделение служебного собаководства. Ну, если разобраться по существу, то моя должность звучала так. Начальник ветеринарно-санитарной службы пограничного отряда. Ветеринарно-санитарный инспектор. В военно-ветеринарной академии нас учили тому, что мы должны руководствоваться приказами, специальными правилами продовольственного контроля и многими подобными документами. Вся поступающая продукция подлежит ветеринарно-санитарному контролю. В общем, все, что до столовой, закупки, склады, холодильники, подлежит контролю ветеринарного врача. А уже в столовой это медицинская служба. И то, что нас будут слушать, как-то само собой подразумевалось. Но не тут-то было. О моих обязанностях никто в пограничном отряде ничего не знал и знать не хотел. Поэтому я с первого дня службы поставил себе цель – закрепиться и выжить. В общем, не место красит человека, а человек-место. Нужно работать. Составил планы действий на неделю, месяц и полгода. Начал с питомника служебного собаководства, а затем с подсобного хозяйства. Конечно, в нашем пограничном отряде бурлила боевая жизнь и охрана государственной границы. Но в отряде не было хозяина питомника. Это и было истинной причиной плохой жизни трех ни в чем не повинных собак. Сами собаки ничего не могли изменить. Они могли надеяться только на человека. Джой, Дик и Чика посмотрели в мои глаза, и я посмотрел на них. И мне стало понятно, что пора идти к людям в штаб и договариваться о делах в питомнике. Коммуникации у людей – важнейшее качество человека, которое он должен прокачивать всю свою жизнь. По мнению многих физиологов, именно для этого в голове человека и существует так много мозга. Нейронные связи создаются для коммуникации в социуме. И вот я смотрел в глаза собакам и мысленно им говорил, что уже взял на себя работу по подсобному хозяйству. В дальнейшем я часто бывал в питомнике и всегда видел там младшего сержанта Б. Он всегда был веселый, улыбался. Было видно, что он любил собак и любил жизнь. Он был добродушным. Джой, Дик и Чика очень привязались к нему. Все это было здорово, но отряду нужен был кинолог. С российского питомника получили новое пополнение молодых собак. Капитан Н. и старший прапорщик Ш. стали проводить выводки служебных собак. Началась учеба, тренировки на заставах и в отряде. Старшие отделений застав кинологи также принимали активное участие. Учили собак находить имитаторы наркотиков. Проводились тренировки по следопытству и натаскиванию собак при помощи искусственного нарушителя границы. Очень часто этим искусственным нарушителем был и я сам. И все равно главной собакой отряда все же была овчарка Б. Казалось, что эта собака понимает все, но только не умеет говорить. Она могла конвоировать одновременно пять человек, удерживая и не давая им двигаться, и уж тем более убежать. Б был героем, и он об этом знал. Эта застава Пяншского пограничного отряда особая. По типовым строениям она не отличается от других 16 застав. Однако это лучшая застава Федеральной пограничной службы России того года, где первенство взято упорным трудом людей. А если проще, то пограничники этой заставы задержали много нарушителей границы и очень много наркотиков. Однажды случилось то, что иногда бывает на границе. Пограничники из местных ребят, которые ранее служили на этой заставе, но уже уволились со службы, решили заняться бизнесом – переносить наркотики. А ведь у них были семьи, где их ждали. Есть мама, которая так долго их растила и так сильно любила. Есть отец, который ждал их и надеялся, что они станут опорой семьи. Есть братья и сестры. Есть родственники. Может, даже у кого-то были уже и жены. Но это все личное и семейное. Однако есть еще и закон, и есть граница. Есть то зло, что несет в себе героин. Героин – это будущее горе таких же матерей в разных уголках Земли. Горе людям, которые пробуют героин. Горе тем семьям, где есть наркоман. После смерти внутренняя оболочка уходит в те миры, о которых так много написано и сказано философами мира и всеми религиями на Земле. Однако наркотики убивают это раньше смерти. Убивают бесповоротно. Страдает ли тело от этого? Конечно, страдает. Ведь оно связано с этим невидимым храмом внутри человека. И когда внутренний храм рушится, то умирает и плоть. Знает ли об этом трепете мыслей наш начальник заставы майор Р? В какой-то мере знает. Думает ли он так сложно над этим? Скорее всего, нет. Это опасно для его сознания. Так же опасно, как кардиохирургу в момент операции на сердце у подростка с большой аневризмой думать о любви его матери к этому дитя. Он не должен глубоко впускать эти чувства, иначе может стать нерешительным или, что еще хуже, его рука дрогнет. Деньги – это труд людей. А люди бывают разными. Хорошими и плохими. Люди могут делать плохие дела, и за этот плохой труд им дают плохие деньги. Плохой человек будет нести в себе разрушение, ровно как и плохие деньги будут нести с собой след нечестного труда. Даже хороший человек, получив плохие деньги, может пострадать каким-то образом. Нарушители были обнаружены, поэтому им нужно было как можно скорее возвращаться обратно, что они и начали делать. Они вскочили и бросились к той самой протоке, из которой будто Нептун или пушкинский дядька Черномор уже появился майор Р. Вспомнили ли они друг друга в этот момент? Конечно, да. Но эта мысленная встреча длилась меньше секунды. Уже совсем скоро со всех сторон появились пограничники. Служебная собака подбежала первой и обнюхала трупы нарушителей. Тяжело понять, за кого нас считает собака. Она не живет ради наживы и не копит впрок. Собака любит просто так и отдает себя полностью, ничего не требуя взамен. Ох, как все-таки хорошо, что собака не понимает истинные мотивы человека. Поняв их, собака отвергла бы людей и не служила бы так преданно. Многие люди недостойны такой жертвенной и бескорыстной любви. Возможно, у вас сложилось впечатление, что только наркокурьеры стремятся перейти границу. Отчасти это так. Они самые частые гости в направлениях таджикско-афганской границы. Но бывают и другие гости. Это идейные, религиозные вдохновители. Такие радикальные и резко настроенные люди сеют смуты и ведут подрывную деятельность. Они подкупают чиновников, создают ячейки, опорные пункты в регионах и городах, которые им интересны. И это совсем не шутки. Несколько хорошо подготовленных вдохновителей могут стать причинами многих проблем в любом городе, где есть хоть небольшие религиозные противоречия. А уж в Таджикистане и Узбекистане такой почвы было предостаточно. Подобный момент был на другой заставе, которая примыкала к узбекской границе. Получена информация, что большая часть боевиков должна пересечь границу именно в этом участке с целью прохода на территорию Узбекистана. На тот момент я как раз был на этом участке. Дежурный по связи доложил, что сработал участок системы. Тревожная группа получила оружие и рванула на ГАЗ-66 к месту сработки. Майор присел и начал всматриваться в следы. Несколько следов не соответствовали физиологической нагрузке на мягкий грунт КСП. Майор понял, что тут была пара необычных и далеко не глупых людей. «Проход в сторону Таджикистана», — сказал майор. Старший прапорщик поставил собаку на след, и майор принял решение преследовать нарушителей вместе с ними. Собака рванула вперед. Майор и старший прапорщик вслед за собакой исчезли в камышах. Темп преследования задавала немецкая овчарка. Поводок ограничивал скорость собаки, что давало возможность пограничникам найти оптимальную скорость для погони. Майор инстинктивно, будто бессознательно включил функцию преследователя. «Нужно догнать кошку», — опять промелькнуло в его голове. Эта мысль уже стала родной, но майор не мог вспомнить, когда она появилась в его сознании и насколько сильно она им движет. Майор понимал, что если они сегодня до темноты их не накроют, то нарушители уйдут. Те найдут ручей или еще что-то и скроют следы. «Ну уж нет», — подумал майор, — «только не в этот раз. Я должен успеть. Должен их догнать еще днем. Я смогу. Я догоню их. Проклятая кошка, я прыгну раньше тебя!» Молнией проскользнула неосознанная мысль в голове майора. Пробежав около 30-35 километров, майор, наконец, заметил нарушителей. Видимость была идеальной. Расстояние всего в добрых два километра. Нарушители спустились вниз по холму, тем самым вновь скрывшись из видимости майора. «Я их вижу», — сказал майор. «Идем по следу. Нужно прибавить». «Нужно прибавить», — было сказано уже в никуда. Мозг не дал команду мышцам. Они больше не слушали команд и жили своей автономной жизнью. Но майор не мог уступить. Он не мог остановиться. Остановка была подобна смерти. Последующий час для майора стал испытанием всей его жизни. Он бежал и бежал, смотря только вперед. Он все чаще видел нарушителей. Расстояние между ними стремительно сокращалось. Но тут сознание начинало покидать майора. Ему стали мерещиться разные образы из раннего и позднего юношества. А еще мелькали отрывки из памяти взрослой жизни. Он уже не видел, что собака давно отстала и еле плелась за ними. Майор и старший прапорщик поравнялись друг с другом и бежали бок о бок на одной линии. Выигрывает тот, кто делает то, что уже нельзя сделать. То есть делает чуть больше от того, что делают другие. Это когда уже нельзя подтянуться на перекладине, руки вот-вот соскользнут, да и все тело хочет оправдать это действие. Вот именно тогда тот, кто живет в тебе, но которого ты плохо знал, говорит, «Еще раз! Подтянись еще раз! У нас у всех есть силы на это! Еще раз! Мы просто не знаем об этом чувстве!» Приблизившись максимально близко к нарушителям, майор дал автоматную очередь поверх голов двух бегущих впереди. Затем крикнул «Стоять! Бросить оружие!» И неважно, понимали эти нарушители русскую речь или нет, голос автомата Калашникова говорит на всех языках одинаково. Майор смутно видел и что-либо осознавал, когда подъехал БТР. Какие-то тени людей бросились к нарушителям. Майор будто в замедленном видео смотрел, как пограничник взмахнул ногой, и нарушители легли на землю лицами вниз. Затем им связали руки за спиной и потащили к БТР. «Пошел дождь», — подумал майор. «Или это снег?» На голову майора кто-то лил воду, и ему показалось, что он плывет. И снова майор мысленно оказался в той самой комнате, в которой его когда-то лечила бабушка. Он отчетливо увидел лицо той самой старушки. Ее образ показался еще более добрым и родным. Он смотрел на нее и ждал, что она скажет. «Ты сейчас сделал прыжок. Ты обогнал кошку. Кошки больше нет. Ты ни в чем не виноват». Майор тихо и радостно заплакал. Но он плакал без слез. В его организме для этого совсем не осталось влаги. А вот вода, что лили на его голову, шею и спину, тут же жадно впитывалась через кожу майора. «Гештальт», — тихо произнес майор, перед тем, как потерять сознание. «Гештальт»